Всем привет! Хотел сегодня поговорить о том вопросе, который задают все наши клиенты. Естественно, после того, как они принимают решение стать нашими клиентами, проинвестировать в стратегию, которой мы занимаемся в рамках доверительного управления, а именно, когда же лучше всего заходить. Потому что все мы знаем, те, кто ведут бизнес, те, кто занимается бизнесом, что есть определенные периоды, когда бизнес идет лучше, активность традиционно у нас, например, она возрастает осенью и к зиме, практически умирает в январе, снова всплеск идет весной, и затем в начале лета еще продолжается какая-то активность, в конце уже снижается. И вот, собственно, вопрос звучит так, но может быть на рынках есть то же самое, и на рынках есть какие-то периоды, что мы знаем, что в какие-то моменты есть всегда минус, всегда плюс, тем более мы выкладываем наши результаты, вот наш сайт ncapital.ru, соответственно, стратегия, которая здесь указана на главной странице, можно перейти по ссылке доходной стратегии, NCE3816, долларовая стратегия, которая оперирует на 15 биржах мира с 60 с лишним фьючерсами, соответственно, здесь указана доходность ежемесячная, которую мы ежемесячно обновляем, я сейчас сделаю покрупнее, и причем эти цифры, они, ну, фактически, как в блокчейне, остаются здесь всегда, именно они идут в Центральный банк по результатам нашей отчетности в ЦБ, и в налоговую, это те цифры, с которых мы платим, собственно, все налоги, и на наших клиентов, и как компания, когда она зарабатывает, ежеквартально отчитывается. Собственно, всегда можно зайти, посмотреть на цифры за все, сколько, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лет, практически полных, и всегда можно увидеть, как закончился тот или иной месяц. Здесь мы видим, что вот такой явный, скажем так, плюсов, что все, например, июня будут плюсовые, а все май будут минусовые, такого нет в данный момент. Так вот, продолжу. Здесь можно посмотреть на все наши результаты помесячно, и на вопрос, а когда же лучше всего заходить, мы попробовали сделать следующую штуку. Мы все, ведь роботы, они же не знают, что у нас с вами Новый год начинается с января, да, и заканчивается к отцам декабря, и что есть месяцы, да, они просто работают в те дни, когда открыта биржа, и то, как мы считаем результаты, это уже наши с вами придумки, что мы, например, считаем их ежемесячно или квартально, а почему не с 20 по 20, да, и поэтому мы сделали следующее, чтобы как-то усреднить эти результаты, мы разбили вот весь этот срок с 11 февраля по текущий момент на 12-месячные периоды, то есть с февраля 11 по январь 12-го и так далее. Вот таких периодов получилось у нас 67, вот они здесь все представлены, соответственно, вот здесь вот период, год, да, вот с июля, например, вот самый доходный период был, если проинвестировать было в июне 15-го, выйти ровно через год в июне 16-го, да, доходность была бы около 180 с лишним процентов. Говорить о том, что, еще раз, да, что год это необходимый срок, но это просто средний срок, который мы предлагаем принять во внимание всех клиентам, хотя ликвидность стратегии составляет несколько дней. В договоре прописано 5 дней, по факту где-то через 3 дня после подачи поручения денег на вывод деньги оказываются на счету клиента в долларах либо в рублях по желанию. Это и есть ликвидность стратегии. То есть это несколько дней, но рекомендуемый нами срок инвестиций – это один год. Почему? Потому что именно на этом периоде показываются хорошие результаты, которые, ну вот, средний результат за эти годы больше 40%. Вот сейчас мы с вами, если вернуться к таблице, да, вот мы видим, что 13-й был год, да, практически минусовой. Все месяцы были отрицательные, и итог с января по декабрь был минус 23. А теперь, если вернуться к периодам, можно найти, например, такие любопытные вещи, что есть периоды, но вот, например, если в ноябре 13-го зайти, и по октябрь 14-го, то доходность уже была бы около, не около, а 38-71. Если взять другой период, ну, какой, смотри, допустим, в сентябре 13-го по август 14-го, смотрим доходность, доходность была бы 30%, да. То есть, несмотря на это просто год, то есть, если вот мы берем год с января по декабрь 13-й, именно он дал такое значение – минус 23. Вот. Естественно, были отрицательные периоды. Все они, как правило, вокруг, то есть, самый плохой период был, если зайти в декабре 12-го и выйти в ноябре 13-го, то результат был бы минус 33%. Таких периодов 16, то есть, из 67 периодов 16 было отрицательных. Вот. Но, опять же, возвращаясь к предыдущей логике рассуждения, если бы мы просто побольше просидели в стратегии, то результат бы, ну, я думаю, что и был, приблизился бы и к нулю, и даже, я думаю, что перешел бы в плюс, потому что последующие периоды, последующие месяцы в 14-м году уже были с хорошей достаточной доходностью, чтобы компенсировать минус 13-го. Но еще раз говорю, что даже вот, например, если зайти в августе 13-го и выйти в июле 14-го, ну, почему в июле? Ну, потому что мы нарезали так 12-месячным периодом, то доходность была бы уже не минус 23, как с января по январе, а уже плюс 6%, да, что для валюты очень хороший результат. Вот. Поэтому, завершая это видео, хочу сказать следующее, что чем хороша квантовая стратегия, чем хороши стратегии количественных методов инвестирования, тем, что нет так привязанности ни к периодам, нет привязанности к каким-то событиям, да, то есть роботам им совершенно все равно, что сказал Марио Драги или Джанет Ерин, главное, чтобы они что-то говорили, влияли на рынки, рынки двигались и позволяли зарабатывать. Соответственно, результат, который мы видим, уже в этом году 57% с лишним, и очень надеемся, что и оставшиеся 4 месяца нас не разочаруют, ну, даже если это будет небольшой минус, то есть, ну, соответственно, результат, который мы здесь видим, он очень достойный, особенно если вспомнить, что это результат в валюте. Спасибо всем за внимание.